Посмотрите на это айди. Прямо сегодня, ребята, я вам покажу аккаунты разработчиков, бывших разработчиков и около разработчиков стендов 2. И это все не шутка, потому что прямо сегодня будет нереально крутое и эксклюзивное видео. Ну что ж, уважаемые подписчики, прямо на секунду прожимите огромнейший лайк, обязательно подпишитесь на мой канал. Ну а мы, ребята, переходим на первый аккаунт разработчика. Чтобы понимали это на сколько уровень, никто, кроме меня, не снимал обзор аккаунта разработчиков. Обалдеть, как же рад, что разработчики мне доверяют. Ребята, и наш первый разработчик это Джампер, он раньше был около разрабом. Если вы не знаете, кто это такой, монтажер встал парочку кадров. Всем привет, у микрофона вещает Джампер, и в данном видео мы посмотрим на раннюю тестовую версию, самую популярную в нашей игре карты. Это, ребята, бывший околоразработчик, вы просто посмотрите на его ID, у него ID Джампер, буквенная ID. Это просто история, и чтобы понимали, просто посмотрите, сколько у него медалей. Обалдеть! Я скажу так, Джампер это человек-легенда, буквально 5 лет назад о нем знали все. Но потом он просто перестал быть околоразработчиком, и с того момента о нем все забыли. Кроме кенту ПК, я это помню, братик, люблю эти сердечки. Так, ну что же, смотрим медалечки. Ля, вы посмотрите, есть ассистенс медаль. То есть это очень старый аккаунт. Все понимали, если тут было не буквенное ID, а при помощи цифр, тут по-любому была бы единичка. Потому что это нереально старый аккаунт. Давайте посмотрим просто. Вот просто посмотрите, абсолютно в каждом сезоне есть какое-то звание. И при том, если мы обратим внимание, в первом сезоне у Джампера вообще была легенда. Потом мастер, хуже, 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 хуже и хуже. Эх, братанчик, братанчик. А начиналось так красиво. Так, в общей статистике мы видим 4000 часов. Обалдеть. Дальше у Джампера есть его личный клан с суперэксклюзивным тегом. Поверьте мне, если вы себе захотите сделать тег GR, у вас не выйдет. Потому что так могут делать только особенные люди, которые как-либо связаны со студией Axel Bolt. Как в нашем случае Джампер. Вы просто посмотрите на всю эту красоту. Так, ну что же, давайте посмотрим, а что же пишут в личку бывшим околоразработчикам. Давайте почитаем-то, ребята, что пишут. Ку, добавишь DR, ID купил. Нифига у чел ID. Хо-хо-хо. Прикиньте, кто пишет околоразрабу. Блин, вот был бы сейчас Джампер-разработчик, он бы его забанил. Не, ну просто представьте, чел сам себе наговорил, даже признался на бан. Потому что покупка аккаунтов запрещена. А я, запрещена, а я уверен, что это видео посмотрят разрабы. Ой, блин, чувак. Походу, пресс F. Так, ну что, смотрим дальше. Что еще пишут? Ку-ку-ку, я подписчик. Так, а что пишут? Дай голды, умоляю. Не, ну-ка, ну. Чувак, у тебя совесть есть? Просить у людей, которые связаны со студией Axel Bolt голду. Блин, чувак, у разраба просить голду. Ты вообще в своем уме или как? Так, что дальше? Как вы сейчас относитесь к студии? Он пишет, не отношусь. Потому что он относился к ней раньше. Раньше он знал, когда выходит обнова раньше всех. Раньше он знал, что будет в обнове. И я вам скажу даже больше. Он даже тестировал обнову раньше. Обалдеть. Привет, Ку. Вы посмотрите. Джампер отвечает тупо всем. Братука, респекте. Так, ну что же. А теперь мы переходим, ребята. Инвентарь. Самое интересное. Сколько же стоит инвентарь бывшего разраба? Давайте, смотрите. О-о-о-о-о-о-о-о. Ля, сколько же тут кастиков? Я не понимаю только одну. О-о-о-о. Еще есть в япон кастики. Ничего себе, сказал я себе. Если бы я был немножко понаглее, я бы сейчас все это подкрывал. Но я прекрасно понимаю, что у Джампера есть подвязки с разработчиками. И если я что-то сделаю, я сразу получу бан. Поэтому я рисковать не буду. Так, ребятки. Ну что же. Вот это все, что мы увидели. Ну, это примерно тысяч, я думаю, пятнадцать. Пятнадцать-ка. Дальше листать. Дальше у нас тут пары перчаток. Обалдеть, их много. Пять, десять, пятнадцать, двадцать пар перчаток. Мать моя женщина. Ну, давайте плюс тридцаточка. Дальше у нас пошли ножички. О-о-о, а вот тут уже интересненько. Шестьдесят восемь ножей. И вы посмотрите, какие тут ножички. М-девятый байонет. Разлышим. Не, ну это просто М-бо. Это просто какой-то разносик. Не, вот я так, конечно, понимаю. Вот это ножички. Так, ребята. Я прям сейчас посчитаю, сколько же все это стоит. И через секунду вам скажу цену. Пу! Итого, ребята. Все эти ножички стоят сто двадцать ка. Значит, мы берем наш калькулятор плюс сто двадцать ка. Итого, аккаунт разработчика уже стоит сто шестьдесят пять ка. Так, а что у нас есть еще интересненькое? АВН Генезис. Ста трек. И еще и крутые три наклейки. Обалдеть. Но я думаю, из этого М-генезис, ну это, ну, десять ка, это минимум. Это минимум. Плюс десять ка. Дальше, что у нас есть еще такое интересненькое? М-16 Шонган Дефолт. О, М-4 Самурай, вау! Какие же имбовые и красивые наклейки. АКР Дрэгон Ста Трек. АКР ТХ с Голд Скулом? Вы, вы, вы сейчас серьезно? АКР ТХ с Голд Скулом? Вы сейчас в своем уме? Вы что, на приколе? Ядрить, колотить. А, и второе АКР ТХ Ста Трек просто обычный без Голд Скула. Обалдеть! Вам что, раньше платили не деньгами, а скинами или как? Обалдеть! Блин, ребята, о, еще есть АВМ 2 Ерс, он, кстати, тоже очень дорогой. Он стоит в районе двадцатки, да? А, 7К, ничего, я думал, дороже стоит. Так, братва, ну что, я сейчас посчитаю, сколько стоят вот эти вот все арканочки. И скажу вам итоговую цену. Итого, ребята, плюс сто тридцать четыре тысячи. Ох, блин, данный аккаунт уже стоит 309 косарей. Обалдеть! Так, что мы видим интересненько? С каким же, эээ, с каким же авиком играют бывшие разрабы? А-а-а, вот такой вот авик, ну понятно, понятно. Что, дешевенько? Обалдеть! Вот это инвентарь! Что же есть еще интересное? АКР Digital Burst, вы посмотрите на эти шилды! Шилды просто великолепны! Пять тысяч килов! Я впервые в жизни вижу человека, который, который около разработчик, и у которого так много килов носят на треке. Обычно все разрабы вообще не играют стендов, а тут прям играющие около разрабов. Ну, а, наверное, из-за того, что он бывший около разраб, у него так много килов, потому что сейчас у него много времени. Так, тут у нас есть М4 Dragon. Окей, понял, принял, понял, принял! Листаем дальше. АВМ Спорта, АКР Фэбрик Шторм, ну тут вроде бы как все скины более-менее обычные. Конечно, они все крутые, да, особенно вот эта вот эмочка. Все они крутые, но они плюс-минус обычные. Ну, а прямо сейчас вам скажу, сколько же стоят все эти легендарочки. Итого, ребята, плюс 50к. Данный аккаунт уже стоит 359 тысяч халдишки. Обалдеть! П-90 гуль. Не, ну так просто аккуратненько, вот так на тоником заныкался, но это плюс кисарик, и у нас аккаунт уже стоит 360к. Так, листаем дальше. Дальше у нас пошли рарки. О-о-о-о! Ой-ой-ой! Ну это тоже плюс кисарик, ну это плюс кисарик. Ну типа, девележ, ну минимум кисарик. Так, дальше ничего интересного. Ну тут, ну, хэллоуин наклейки, ну типа, ну камон. Ну, ну 200 халдишки стоит этот дигл, ну ничего интересного нету. Так, все, ребята, мы долистали до этого момента, и вот все эти рарки, ну давайте примерно плюс 10к, я думаю, это прямо за глаза. Дальше у нас пошли чармики! А вот чармики тут, кстати, не особо-то и дорогие, потому что все эти чармики стоят по 300, по 400 халдишки. Дальше у нас идут чармики-легендарки, ну опять-таки дешевенькие, учитывая, что это бывший разраб. Я думаю, будет что-то подроже, ну давайте плюс 5к. Дальше у нас пошли чарми, чармы эпики, чармы рарки, ну давайте за все-все-все это плюс 5к еще. А вот теперь у нас начинаются реально дорогие скины, это, ребята, наклейки-арканы. Обалдеть! Слушай, их не прям супер много, сколько их тут? Давайте посчитаем, 5, 10, 15, 20, 25, ну грубо говоря 27 штук, но тем не менее они все очень дорогие. Ну и давайте плюс 15к, потому что что-то дороже, что-то дешевле, плюс 15к это прям точно стоит. Дальше у нас тут наклейки-легендарки. Ай-яй-яй, у, Бехазарда, они, кстати, дорогие, да? По полтора костыря! А вот эти сколько стоят? По 13к, обалдеть, я думал недорожесть стоит. Так, окей, листаем дальше, 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 сколько тисячи, ничего интересного. Ну вот это вроде еще дорогие, да? По 800к, обалдеть! Так, ребята, походу я еще буду ставить это видео на паузу и пересчитывать, сколько стоят все эти наклейки. Потому что, если честно, я не знаю, сколько они стоят. Но давайте мы еще долистаем до самого конца, и я вам скажу итоговую стоимость всех этих наклеек. Все. Дзинь! Ну а что делать, если вы не разработчики, у вас нету крутых скинов? Ребят, ответ есть, решение есть. Это буллдропчик. Буллдропчик это топовый дропчик, тем более на буллдропчик приплыл мегалодон. Надо его отдубасить, из-за того, что ты будешь бить, будешь получать энергию. И знаешь что? Эту энергию ты меняешь на топовые скины бесплатно. Ну и самое главное, братанчик. Видишь, братишка, вот это секретное слово на бесплатную энергию. Это на бесплатный сундучок. А вот это, братик, на дополнительный процентик. Все нужные ссылочки находятся снизу, а мы идем дальше. Опа! Ребята, кем-то пока тут. Короче, братан, пересчитал эти наклейки, я обалдел. Там очень много других наклеек, плюс 40к. Так, ну что же. Итого, на данный момент этот аккаунт уже стоит 436 тысяч холдишки. Ну а теперь у нас пошли граффити паки. Ну, граффити паки, ребят, недорогие. Я думаю, если мы их все-все-все просуммируем, это, я думаю, будет плюс 4к. Ну и теперь мы, ребятки, перейдем в рынок моих запросов. Я скажу честно, я не знаю. Ребят, я просто не знаю, зачем надо было абсолютно все скины прятать на рынок. Смотрите, вот тычки айсит, это плюс косарик, сходу плюс косарик. Обалдеть, посмотри, тут куча шарп-боксов. Тут куча шарп-кассиков. Тут даже есть нож М9, это все заныкано на рынке. Камон, зачем? Просто скажите мне, пожалуйста, хоть кто-то, зачем? Херамбит Клау, Ориджин Кассик. Чего? Блин, да тут не один Ориджин Кассик, а сколько их? Три штуки? Это плюс 30к. Просто обалдеть. Давайте просто мы сейчас все пролистаем, потом я отдельно все это просуммирую, потому что тут очень много скинов. Два М9! Ох, лынчерам паки. Я вот не понимаю только одно. Зачем? Около разраб выставляет все эти скины на рынок. Просто зачем? Напишите мне, пожалуйста, кто-то! Ядрыть, колотить вас за ногу. Обалдеть, вот это скины-то тут. Ох, как же много тут ножей. Это все на рынке. Кто знает, зачем разраб за 100 тысяч голды выставляют все эти скины? Кто знает? Напишите мне, пожалуйста, прямо сейчас в комментариях, потому что я не знаю, зачем он все это делает. Притом он прячет реально дорогие скины, кучу аркан запрятал. АКРТХ! Ёханы бабай. Ну, ну, ну как это объяснить? Райвл Кассики. Сколько Райвл Кассиков вроде интересно? Три штуки. Обалдеть, я не знаю, максимально странный аккаунт. Сразу видно, что это необычный аккаунт. Очень странный аккаунт. О, как же много разных ножичков. Фуриус Кассики даже есть. Обалдеть. И М9, этот М9 мы уже видели. Так, ну что, ребята, для вас это будет пара секунд. Ну, а я еще, как обычно, потрачу минут 20 времени, пока все это пересчитаю. Короче, мужики, вы сейчас просто будете в шоке. Плюс 100 тысяч. Я посчитал, это примерно 100к стоит вот это все. Итого, ребята, дан аккаунт стоит 540 тысяч голдишки. Вот такие вот у нас аккаунты у ОКОЛО разработчиков. Ну что же, ребятки, ну а мы прямо сейчас переходим на наш следующий аккаунт. Ну а следующий наш аккаунт, ребята, обратите внимание на галочку. Как я понимаю, это тестер студии Аксельболт. Он мне очень сильно попросил, чтобы я вам передал. Он не разработчик, он тестер. Но тестер это тоже очень-таки интересно, потому что он может самый первый протестировать обновление. Как мы видим, ребятки, у него есть галочка. Как мы видим, он играет, ну, очень даже неплохо. То есть у него, смотрите, звание чемпион, рейнджер, элита. Ну, реально неплохой аккаунт. Голд 1, голд 2, голд 3. Ну ладно, играет он, конечно, так себе, но аккаунт очень даже неплохой. Ребята, для нас самое главное с вами это инвентарь. Кстати, да, чтобы понимали, вот этот тестер, он мне не дал свой аккаунт. Он говорит, кентуха, без обид, я никому свой аккаунт не даю. У меня аккаунт непростой, с галочки, там тестеры, все дела. Поэтому вот тебе только запись с экраном. Поэтому вот мы и смотрим. Вот, ребят, вижу сам обычный клан. Все-ка, обычно, давай, инвентарь, давай, инвентарь, мужик. О, медальки. Это имба. Ассистенс медаль, компетитив медаль. Ничего себе, медаль ветерана даже есть. Вот так да, вот так да, ребят. Я, конечно, такого явно не ожидал. Ну, а теперь самое интересное это инвентарь. Так, ребята, что же у нас есть в инвентаре? Фуриус боксики. Ну, как бы, зачем они нам? Дальше фармин боксики. О, 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 о. Вот на этом моменте поподробнее записываю, ребята. Расчехляем мой калькулятор. Я вижу пять пар перчаток, одна из которых ретро вейв. Это плюс восемька. И только пробуйте написать, что неправильно посчитал. Дальше у нас идут ножички. Пять, десять, пятнадцать ножичков. Пятнадцать ножичков. Два из которых это Акерамбит Клау и М9 Байонет Блю Блад. Ну, вы его не видите из-за меня, поэтому я себя немножко подвину. Ребят, ну, это, ну, я думаю, это, ну, минимум, минимум плюс двадцать пять к. Плюс двадцать пять к. Так, окей, идемте дальше, идемте дальше. О, о, еще один М9 К, а это плюс пять к. Дальше что у нас есть? Джи-два-с-два. Релик, да ты шо, дорогулечка ты моя? Ребят, ну вы посмотрите на эту красоту. Ё-моё, опять себя надо подвигать. Ля, ну им булечки, да? Почины плюсик чят, у кого шишечка привстала. Ну, слушай, ну это, ну, типа, ну, без обид, ну, это плюс пятнадцать к. Так, смотрим дальше, что же у нас есть еще такое интересненькое. Дальше М60 меча, дешевенький скин, М4-1 Феросити. Тоже дешевенький, ну, давайте плюс, ну, типа, ну, плюс семь к за все эти скины. Так, окей, идемте дальше, идемте дальше. О, кстати, прикольные наклеечки на М4 Найт Волф, прям очень крутые. Так, это у нас Дезерт Игл из Статрек. Ну, вроде бы, что это же наклейки дешевые, да? Поэтому, ого, семь тысяч килов! Ничего себе! Дотестировался, да? Дотестировался! Обалдеть! Так, окей, идемте смотреть дальше. Тут мы, ребята, видим, что мы тут видим? Четыре шилда. Ага, значит, тестер у нас набоюзил шилды. Потому что, честным путем, их получить нельзя было. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Кто-то спалился, кто-то очень жестко спалился. Дальше у нас пошли генерарки, и в самом конце инвентаря у нас есть вот такая вот картина. Вы посмотрите, вы посмотрите, что есть у этого тестера. У него есть плюс тысячи экспи. Ай, говнющего! Талон какой, да? Ха-ха-ха-ха! Чтобы понимали, просто представьте, раньше разработчики давали опыт в голдпассе. Поэтому, если вы вот видите вот такую вот у кого-то штучку, значит, этот человек играет более четырех лет с стендов 2. Ну что же, ребята, итого, данный аккаунт стоит шестьдесят две тысячи голдишки. Ну а мы, ребята, перемещаемся к нашему самому главному аккаунту. Погнали! Ну и наш самый главный аккаунт, это, ребятки, аккаунт разработчика Инсафа. Я думаю, все вы прекрасно знаете, потому что я достичь недавно снимал про него вот это вот видео. Ну, все-таки, как крутит действующий разраб. И если бы я в аккаунт не вставил, ну, это было бы очень некрасиво. То есть, вы прямо сейчас видите, как же вылить аккаунт самого настоящего разраба. Я вам скажу честно, я уже знаю, сколько он стоит. Я просто хочу вам еще раз показать. Давайте еще раз напомним, какие бывают аккаунты у разработчиков. То есть, если у тебя есть возможность получить абсолютно любой скин, какой будет у тебя инвентарь. Да ты что? Ха-ха-ха! Керамбит голд. Мимикрааааа! А где ты, девочки? А где тычки? Стоп, я... А где тычки были? Я что, тычку не видел? Ну, ладно, по-любому, это где-то были тычки. Если не были, напишите в комментариях. Так, ребята, посмотрите, вот просто вот этот момент. Это выглядит, как будто это приватка. Но это аккаунт настоящего разработчика со студии Аксель Болт. Этот разработчик занимается Юнити. Юнити Девелопер. Его специализация называется. Обалдеть! АКР-ТХ, 2 АВИК-ТХ. И притом, самое-самое интересное. Знаете что? То, что вот это все, что вы видите, это все новые скины. То есть, это даже не его инвентарь! Мать, моя женщина! Так, листаем дальше. 5-7 Poison, которые стоят 100к. Ничего себе. J2 Frozen, которые стоят 100к. Вот это да, вот это инвентарь, так инвентарчик. Ребята, плюсик в чате, кто хотел бы вот так уснуть и проснуться, чтобы у него потом был вот такой же самый аккаунт. Просто прикиньте, просыпаетесь, у вас вот такой вот инвентарь. Ох, ничего себе, сказал я себе. Обалдеть. АКР-12 Рилган, АКР-2 Ерс. Ничего себе. Не, ребят, ну, чтобы вы понимали, у меня такое ощущение, что на этом аккаунте есть абсолютно все скины. Вот напишите прямо сейчас в комментариях, есть ли хотя бы один скин, которого нету на этом аккаунте? Тупо все есть. Абсолютно. Вот как будто разработчик написал какую-то консольную команду. Вот так, выдать себе абсолютно весь рынок. И у него есть абсолютно весь рынок! Я просто в шоке. Ха-ха. Вот это, понимаю, инвентарь. То, что надо, то, что доктор прописал. Не, ребят, ну, прям очень крутой инвентарь. Так, тут у нас пошли анкомонки, комонки. Тут, ребят, ничего интересного. Самое интересное у нас начинается вот тут. Так, ребят, это у нас сейчас Black Spot. Не, не, не это самое интересное. Самое интересное будет дальше. Сейчас увидите, сейчас увидите, сейчас увидите, ребят. Так, тут у нас Чармики, всякие немлость брелки. Дальше у нас пошли обычные чибики, чармики Это дефолтик А теперь приготовьте вашу челюху До вылета осталось, до вылета челюхи осталось Три, два, один Мать моя женщина Вы посмотрите на эти наклейки Наклейка Metal Red Это 200к, наклейка Punisher 200к, просто Блин, да тут наклейка, только то, что я вижу Прямо сейчас перед моим экраном Тут наклейка на 500к Вот только вот прям вот так, в моменте на 500к Snow Queen стоит 290 тысяч Вот я вчера хотел ее купить Я просто в шоке, вот это инвентарь Но мы еще, а, стоп, подожди Это же не инвентарь, это только новые предметы А сам инвентарь будет в самом низу Сейчас, ребятки, мы долистаем до самого Инвентаря И потом я скажу итоговую стоимость, потому что я В прошлый раз, когда я считал стоимость этого аккаунта Я ее неправильно посчитал Так, дальше смотрим, смотрим А ну-ка, так, листаем Дальше графти паки, пошли графти паки О, все, после графти паков Сейчас вы, ребята, увидите настоящий инвентарь Ха-ха, вот он Вот он, инвентарь Разработчика Просто посмотрите Один киргол, два маг десятых рупий Чармошпочмак, Шилдрен Райс и Голд Скул Все, на этом инвентарь разраба закончился Ну что же, ребятки, а сколько же стоит данный аккаунт? Данный аккаунт разработчика, я говорю сразу, это не приватка 100%, он стоит по последним подсчетам Четыре миллиона девятьсот Одна тысяча Голдишки, дзынь Ну что же, ребятки, вот такое вот вышло сегодня видео Надеюсь, оно вам понравилось Если хотите получить от меня бесплатно пять тысяч голдишки Прожмите лайк и подпишитесь на мой канал И самое главное, переходи, подписывайся в мой ТГ Там подарю пять костерей и голдишки Ха-ха-ха Ну что же, братва, с вами был ваш Кенту Всем удачки, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok